Винодельская отрасль Я занимаюсь учебой в институтах, разработкой дипломных проектов, брали все лучшее, что есть от науки, пользовались неоспоримыми преимуществами научного подхода к внедрению в виноделию практики. И, к сожалению, сейчас я вижу, именно не ссылаясь ни на кого, по своему опыту, вижу, что мы сейчас проигрываем, и, к сожалению, проигрыш нарастает. Он не уменьшается, а нарастает. В чем я это вижу? Первое в том, что любое такое производство, особенно винодельческая отрасль, можно сравнить ее с золотодобывающей промышленностью, немыслимо без контроля. На сегодня контроля такого в отрасли виноделия и виноградарства украинского нет. Можно сказать, абсолютно нет. Поэтому на рынке винодельческой отрасли мы имеем много продукции, которые не соответствуют, к сожалению, тем стандартам, которые сейчас Европа нам преподносит, или мы хотим, чтобы у нас были такие стандарты. Почему нет? Очень просто. Там, где нет контроля, там идет очень сильная наша активная работа. А как без контроля больше заработать? Карл Маркс когда-то говорил, что если я буду получать, вместо капиталиста говорил, что если я буду получать 30% прибыли, то я пойду на любое преступление, чтобы эту прибыль увеличить. Потом и появилась фальсификация вина. Она позволяет зарабатывать громадные прибыли. И значит мы имеем некачественную продукцию. Мы вступили в МОВ, в СОД, как угодно называть. Есть особое требование с этой точки зрения. И мы хотим попасть в зону европейскую. Где очень жестко начинают вступать требования к любой продукции. Имея в Украине большой процент фальсификации. Имея в Украине очень большой процент виноградников, которые не соответствуют европейским требованиям. Мы можем прийти к тому, что в любом случае придет какая-то проверочная контролирующая организация из Европы и скажет. Ваши виноградники не соответствуют европейским. Вы должны их уничтожить. Дадут, как мы интересовались в Венгрии, 200 гектаров за уничтожение одного гектара виноградника. Все. И там будет расти что-то другое. Поэтому сюда придет европейское вино, африканское вино, австралийское, любое вино, которое мгновенно заполнит дефицит. Но мы потеряем отрасль украинскую, мы потеряем рабочие места для украинцев, мы начнем работать на тех, кто где-то далеко. Если сейчас это кому-то непонятно, то оно может в ближайшее время стать понятным. Александр Петрович, Кукер Венпорон достаточно давно борется с предложением Евросоюза о том, чтобы убрать из наименования коньяк, шампанское, хереск и так далее. Какая ситуация с этой проблемой сегодня? Ситуация, если ей заниматься, она всегда будет приобретать то, ради чего мы боремся. Мы боремся, отстаиваем позицию такую. Украина выпускала шампанское, советское, украинское. Украина выпускала коньяк Украины. Украина выпускала для своего рынка, я подчеркиваю, другие наименования десятилетиями. Она зарекомендовала на этом внутреннем рынке нормально. И в соответствии с действующим международным законодательством мы имеем право сохранить эти наименования для внутреннего рынка. Опять же я говорю о корпорации Украинпром, которая отстаивает эти позиции. Корпорация Украинпром буквально недавно, в течение полугода чуть больше, стала членом ФИВС. Это организация, которая объединяет таких же, как мы, профессиональные неправительственные организации. И мы здесь достигнули больших успехов в переговорном процессе. Я не могу сказать, что вот все это уже порешалось. Но, по крайней мере, с нашей помощью в этой организации, которая находится рядом с международной организацией по виноделию и виноградовству, у них появилось ощущение, что Украина не зря это отстаивает, что Украина может эти права отстаивать. И поэтому мы сейчас в переговорном процессе. В любом случае мы добьемся такого признания, что Украина имеет право использовать эти названия. А уже как порешат правительственные органы, то уже будет на их слости. Какова Ваша точка зрения в отношении идей создания в Украине института микровиноделия? Точка зрения хорошая с моей стороны. Мы вместе с корпорацией Украинпром объездили в очень много стран. И когда мы ездили, допустим, в Австрию посещали, то мы удивлялись, сколько маломощные по нашим меркам предприятия виноградовские. 5 до 10 гектар. 10 гектар, с их точки зрения, это очень большое уже предприятие, которое позволяет существовать определенному там сообществу, которое выращивает виноград на этой площади. Наши же виноградники, которые измеряются там сотнями гектар, тысячами гектар, просто вызывали удивление и непонятно было с их точки зрения, отчего такие предприятия и малоэкономически выгодны. Я думаю, все зависит от того, какой подход. В первую очередь, законодательный. Никогда невозможно сделать так без жесточайшего контроля по винодели виноградовства, чтобы получить качественную продукцию и не иметь контроля. Я думаю, что западные страны, ну я уже не говорю о западных, та же Новая Зеландия, та же Австралия, та же ЮАР, Аргентина, Чили, прежде чем создать условия для микровиноделия, малого виноделия, было законодательно закреплено правило игры на этом рынке. Очень много в Украине публикуется о том, что в Закарпатье, Мукачево, там много ежегодной выставки собственного виноделия. В Крыму? Да, в Крыму, которые проходят, или в Одещине, в Таирово. Но в любом случае, на сегодня эта виноделие незаконная, и оно не отвечает стандартам и нашим, и европейским, тем более. Поэтому для того, чтобы, мой взгляд такой, чтобы ускорить и отменить, как камень преткновения все говорят, это оптовая лицензия на продажу собственную, 500 тысяч гривен, то для того, чтобы отменить эту стоимость, мой взгляд, именно мой личный, персональный, не чей-то, это создать жесткие условия для контроля за таким производством. Иначе может возникнуть ситуация, когда возникнут сотни, а то и тысячи новых предприятий, которые будут выпускать фальсификат, и проконтролировать их, по сути, невозможно. – Александр Петрович, но учитывая то, что органа, контролирующего по закону в инспекции, нет, вот на Ваш взгляд, какая модель сегодня контроля может быть на рынке? – Ну, опыт – это самое большое, что имеет человечество. Мы можем иметь опыт Германии, где есть несколько лабораторий независимых, которые контролируют то, что производится. И когда я спрашиваю тех же немецких коллег своих, как Вы добиваетесь, по сути, нулевого показателя по фальсификату, они говорят, очень просто, закладывай. Если мы видим, что конкурент нарушает, мы сообщаем в соответствующий институт, он проверяет, конечно, того лишают лицензии. – В связи с колоссальными потерями виноградника во время заморозка 2009 года в Крыму до 70% в Одесском регионе, какая сейчас ситуация по сырью? Что украинские виноделы будут, по Вашему мнению, в этом году использовать для производства своих вин? Где они будут брать это сырье? Какая ситуация с виноградниками? – Это предыдущий вопрос, и этот они взаимно связаны, и никуда от этого не деться. Я не зря говорил о Карле Максе и так далее. Поэтому если в прошлом году на 10% уменьшилось по статистике выпуск сырья, и сразу обнаруживается дефицит, то этот дефицит на руку нечестным дельцам. Они сразу начнут делать вино из всего, что можно, и из всего, что нельзя. То есть будет применяться любая технология, подделать вино очень легко, а проконтролировать трудно, потому что у нас в стандарте действует до 12, до 15 показателей по вину, которые можно легко подделать. И поэтому ни один, ну не один, у нас по сути один контролирующий орган, госстандарт, не может сказать, что это фальсификат, потому что там все будет соответствовать этим показателям спирт, кислотность, железо и так далее. Но если бы у нас был контролирующий орган, который мог бы разложить вино на 40, на 100, на 300 составляющих, которые с гарантией могли сказать, что это не вино, это было бы совсем другое. Сейчас это любой дефицит виноматериала, любое уменьшение выпуска объемов винограда, оно приводит к тому, что у нас будет расти объем вина без наличия для этого винограда. И все-таки к сырью, по вашим данным, по данным Винпрома, есть ли тенденция увеличения площадей виноградников, хозяйств, которые входят в состав Винпрома, и если есть, то какая ежегодная медсерва? Сказать о том, что прекратилось падение площадей виноградников, нет. Есть тенденция только торможения падения. Это не говорит ни о чем еще. Торможение, падение, это да, некоторые хозяйства сейчас садят виноград, делают то, что нужно делать для восстановления, но это очень малый объем. Они еще никак не говорят о позитивной тенденции. Они говорят о том, что падение затормозилось, и то, на мой взгляд, в очень небольшой степени. Тормозится. Как Вы считаете, какая площадь сегодня живых виноградников у нас именно в техническом состоянии, которые могут использовать? Ну, если статистика нам говорит, что у нас 90 тысяч, то... Фактическое состояние? Я, наоборот, думаю, что это 60, это мизер по сравнению, что было в советский период, 400 с лишним и так далее. То вот эти потери, они говорят о том, что отрасль падает. Александр Петрович, недавно прошла новость о том, что китайские виноделы готовы вкладывать инвестиции в молдавские виноградники. В украинские виноградники никто не имеет желания из европейских производителей вкладывать инвестиции. К сожалению, нет. Я думаю, что идет разговор о том, когда у нас исчезнет виноградарство украинское, сюда зайдут те, кто будут его делать. Но уже под другим флагом. И все. Спасибо.